Истинный, и живет здесь, и вся исполняя сокровища благих, И жизни подателю прилистили севны, и очистены от всяких сквены, И спаси блажей души наши. Отец наш Небесный, Господь Иисус Христос, Святый Душа Божия, молим Тебя, посети нас и на этом собрании. Даруй, Господи, благочестивых рассуждений, добрых мыслей благовестнических. Помоги, Господи, все нам, преодолевши все, устоять в терпении. И с поборником даруй нам, Господи, нам свой честный ижетворящий крест Господний. О, честный ижетворящий крест Господний, помогай нам со Престой, Госпожой Идеой Богородице, и со всеми святыми во веки веков. Аминь. И все-таки есть место у нас свободное. Даже воскресный день мы неполные. Наше общество неполное. Да все уже зашли практически. Не говоря уже о воскресном, не о субботу, это вообще мало. Все почему-то думают, что они должны уйти, выйти. Я там пройду, наверное. Съемка идет. Ведь ваши разговоры записываются. Сестры, собрание началось. У кого есть слово, всем будет предоставлено. Еще раз радостно видеть. Ну, смотри, что места заняли уже, значит, подошли все. В субботу надо, братья и сестры, ходить на службу. Ходите неленностно на службу. Из чашечек очищайся. Такая проповедь устаробряться. Ходите неленностно на службу и чаще причащайтесь. Ну, насчет чаще причащайтесь. Я слышал недавно совсем от одной из наших сестер. А вот батюшка мне сказал, из Дмитрия Ростовского, батюшка сказал, что нужно каждую неделю почти причащаться. Или раз хотя бы в три недели. Ну, у нас были такие, которые хотели, ревностными такие были, что хотели причащаться каждый день. Но их сегодня с нами нет. Да, мы не про каждую неделю говорим. То есть, есть потребность в душе. Конечно, если ты готов, ну, причащайся хоть каждый день. Но это нужно вести такой образ жизни, достойный. Монахи, наверное, могли так себе позволить. Но для нас вполне достаточно, как батюшка нам уже говорил, что и четыре раза в году, четыре поста. Есть потребность, конечно, поготовься, поговей, и батюшка исповедует тебя, причастит. Ну, это вот такой момент. Второй момент, значит, мы, как всегда, должны помнить от тех, кого нет рядом с нами, кто отсутствует, по какой причине, кто по болезни, кто по телесной, кто по духовной болезни отсутствует. Гали нету, Забуляева с детьми. Поряет? Нет. Галя звонила, Саша уехал к родителям, поэтому они здоровые, ребятишки. Ну, приехать не могли. Галина Ивановна Селина болеет, и Кубайкина болеет. Галина. Ну, еще у нас болящий Алексей Семенович, его прооперировали в очередной раз, уж я не знаю, там, наверное, много места. Сиськов. Нету, где его только не резали. Алексей Семенович. Сиськов Алексей Семенович из Корчина. Мы молимся за него. Да, спасибо. Вчера молились. Еще и пятишки дровать. Ну, посещать его не стоит, потому что ему сейчас не до того, не до посетителей. Так что, и ничего ему не нужно в плане питания еще и нельзя, и он не принимает просто сам по себе уже. Вот она здесь, слава богу, здесь она. Дебятишки дроваты болеют, вот, кроме Енафы. Настя сегодня появилась, слава богу, но она только с Енафой. Остальные хворают. В субботу, в воскресенье давно не было. Кого нет? Да пришла уже, пришла. Маргарита здесь, Дверева. Здесь, Надежда на работе. Надежда Попова на работе. Кого еще нету, кого не вспомнили? Нету этой самой Ирины. Где Ирина? Кто знает? Живко. Ирина говорила, я так понял, что вообще будет она ходить в тот храм, который Петра и Павла, я так понял, на Южном. И вроде бы как там общину, двух немых у них там образовал. Тони нет. И там близко ей, и все удобно. Ну, если она сюда будет приходить, вроде бы никто ее здесь не выгонял. Ну, вроде бы как она там будет причащаться. Ага, причащаться? Да, да. Если же она будет причащаться, я не знаю, как батюшка. Ну, это вот с отцом Маякима, она мне пояснила, что вот вроде бы как... Она решила с ним этот вопрос? До конца я не понял, потому что отец, батюшка, приедет, мы с ним должны порешать этот вопрос до конца. Надо не забыть, надо об этом сказать батюшке. Потому что батюшка не благословляет на это. Да это и правильно. Отец в духовный один должен быть. Ну, помолитесь Валентине Павловне. Валентина Павловна моя поручительница за моих детей. Она крестная моих детей. Она, собственно, меня и свела с Игнатом Тихоновичем. Я благодарен ей премного. И всегда помню ее. Но вот как пост, так ее начинает водить налево и направо. И в очередной раз она отказалась от того, чтобы пойти к батюшке. Она сказала, что будет ходить Дмитрия Ростовского. Ну, добра Дмитрия, Господь, остановит ее. Что делать? Вот уже одной могилой, одной ногой уже там, а все водит ее, все обидывания какие-то, все ищет любовь к себе. Так что, вот, опасайтесь этого состояния. Приносите сами, изливайте любовь сами. Не ждите к себе любви. Напротив, даже если вы испытываете какую-то неприязнь, вы стараетесь выяснить, в чем это. Может быть, действительно вы виновны в этой неприязни со стороны своих ближних, которые рядом с вами. Это часто бывает так. Мы можем не заметить каким-то взглядом, каким-то словом, не осмыслив даже. Можем обидеть. Да любите друг друга, говорит нам Господь через отпусков своих. Сообщаю, что у меня изменился новый телефон домашний. 688-058. Легкий телефон. 688-058. Домашний телефон изменился. Ну, кого еще мы не вспомнили, кого нет у нас рядом. Сокольский, Фалера, здесь вроде бы был. Елены нету. Елена? Елена здесь. Елена здесь. Так, хорошо. А кого нету? Терентий здесь, слава Богу. Нету этого? Ильи нету. Ильи нету. По какой причине, не знаешь, Терентий? Василий здесь. Кого нету еще? Всех хотя бы еще разторгались. Вы что? Да вот она, наверное, здесь. Ну, вроде все. Не знаю. Так, звони, кто не звонил. Ну, еще у Витя Савченко, вы знаете, его молитвы, его действия, не только молитвы, но и активные действия послушали к тому, что среди его семьи теперь уже большинство приняли крещение и православными христианами стали. Еще есть подвижка такая, что его зять, то есть муж Оли, которая приняла крещение и так давно, Господь его нашел, посетил болезнью, болезнь у него серьезная. Я смотрел эту биоптат почки, его серьезная болезнь у него, длительное лечение будет, ну, как все мы смертны, конечно, но Господь сколько продлит его жизнь, один Бог знает. Но вот, как бы, подвижка такая, что он уже со слезами на глазах и просит крещение, и читает книги, и молитва слов. Ну, и вчера мы посещали с Виктором его в больнице, похудел он на 13 килограмм. Вот. Ну, так что, помолитесь, Николай его зовут, чтобы Господь его на этом пути оставил, чтобы он, да, вот, ну, и по-прежнему я прошу Ваших молитв, чтобы Господь меня избавил от ошибок, которые я могу совершить в своей деятельности. Мои ошибки очень серьезные, последствия могут за собой влечь. Моя работа связана с живыми людьми, и ошибки для живых людей могут быть роковыми. Новая отрасль, так называемая гематология, она с вименными шагами развивается. Очень много знаний нужно новых. Мои знания, сорокалетние, они совершенно никакие, то есть это сорокалетние давности. Поэтому каждый день приходится изучать, и времени очень много нужно уделять этой области. Вот. Ну, сегодня я остаюсь на занятиях, призываю всех Вас тоже оставаться на занятиях. Занятия необходимы. Я вот по себе ощущаю, я вот уже три раза или даже четыре раза уже не оставался на занятиях, и знаю, что уровень уже совсем другой. Потому что только постоянные занятия дают нужную форму, что называется. Чтобы быть в форме, нужно быть постоянно, нужно заниматься. Как мышцы нужно тренировать постоянно для того, чтобы они были в форме, так и душу свою нужно тренировать. Давать ей духовную пищу. Не дремать. Ну, у нас сестра вернулась из близинного, дальнего путешествия. И мы попросим ее, наверное, рассказать нам о своем путешествии, о своих впечатлениях, о своих благовестничных делах во время путешествия. Расскажи нам, Марина. Марина, давай. Марина, не чуть-чуть. Давай рассказывай, интересно. Мы ждали-ждали тебя, мы ждали, молились за тебя. Ты что, молились вон каждый день? Как Чебурашка, мы строили, строили, построили. И несколько раз в день дальше. Да. Мариночка. Сначала я хочу сказать, что у моего директора произошло не очень приятное событие. У него умерла мама. Вот, что есть. Может быть, ее кто-то помнит? Помнит. Помнит это? Она ходила. Ее обнаружили полтора месяца назад, рак лёгких. Она за полтора месяца сгорела. И сколько же ей лет? Ну, я не знаю точно, сколько ей лет. За семь месяцев. Ну, по восемьдесят лет. Да, по восемьдесят. Перед смертью она еще сломала ногу. Ее Анна, по-моему, звали? Ее звали Анна. Она была очень ревностная в свое время. И кто помнит, это 2000 год, она ходила на занятия, вопросы задавала всегда. Первые занятия у нас были в 2002 год. И она очень много принесла, там, перечень вопросов сорок. И побудила этим наших сестер тоже начинать вопросы. И у нас прям была такая копилка, там вопросы были. Так вот у нас сначала занятия начинались. Так что можем кое-что вспомнить для Жени. Она умерла позавчера ночью дома. Отошла легко. Успела прочитать выходную молитву сама. И отошла. Так что, кто расположен, принял какой-нибудь. Еще кое-что я вспомнил. Она попросилась на занятиях как-то там, ну, когда там были как-то, но я не помню. И пришла, когда на занятия, такая возбужденная вся. Я говорю, а что с вами случилось? Первый раз она пришла. У меня, говорит, сейчас ограбили. Я говорю, как так? И вышла, говорит, вышла, говорит, из подъезда. Подбежал, говорит, какой-то мужчина молодой такой, говорит, не совсем молодой, но мужчина молодой. Выхватил, говорит, сумочку и побежал. Я ему говорю, ты куда? Там же у меня только Евангелие и тетрадка, да ручка. А он, говорит, не слышит, побежал. И вдруг, говорит, там далеко уже, а я там что пока за ним? И, говорит, вдруг там из другой улицы. Выбегает молодой парень, сбил этого с ног, скрутил его, вырвал у него сумочку. И пинка дал, говорит, и тот побежал дальше. Говорит, а он ко мне пришел, говорит, отдал мою сумочку. Все. Я говорю, я уже думаю, ну, может быть, ему Евангелие надо будет. А потом думаю, это все бесы подстроили, чтобы я не пошла на занятия. Я все равно пойду. И пошла, пришла. Ну, потом, почему-то, там, года через два, через три она ушла. Там у нее по семейным, в общем, обстоятельствам уже. Ну, я хочу поблагодарить вас всех за молитвы. Что-то, Толя, тебя там не кормили, ничего не слышно. Сделал только один завтрак. Остальное сами-сами-сами. Было не до того, поэтому... Погромче говори, потому что мы совсем губки. Благодарю всех за молитвы. Благодарю всех за молитвы. Благодарю. Молодец. Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Ну, как с братом встретилась-то? Два слова хоть скажи. Два слова. Не, шкурза, начинай. Я вообще-то на самолете летела. Ну, как он встретил к вам? Встретил хорошо. Мы друг друга ни разу не видели. Я боялась, узнаем ли мы друг друга вообще. Когда я вышла, я только подъезжала, увидела его в окно, я его узнала сразу. И вышла, он сразу тоже меня узнал. Мы улыбнулись друг другу и поняли, что мы брат и сестра. Голос в крови сразу заговорил. У меня было ощущение, что мы росли вместе. Такое было у меня чувство. Чудесная семья. Меня замечательно приняли. Я подружу вас. Ну, насколько это можно сделать за два дня с его женой. Я очень счастлива, что я познакомилась с его городом. И вообще мир, созданный Господом, огромен и прекрасен. Хочу я вам сказать. Столько удивительных впечатлений. Это нужно, конечно, очень долго рассказывать. И изумрудные поля Нормандии, где ходят счастливые коровы, которые не знают, что такое сено, круглый год питаются зеленой травой. И серые воды Ла-Манша, с их песчаными пляжами, усыпанными ракушками, которые помнят следы викингов, которые приезжали на своих кораблях, украшенных драконами, со своими разрушительными набегами на бедные поля Франции. Француженка уже. И узкие улочки Руана, и маленькая площадь, где была сожжена Жанна Д'Арк. Да, я смотрела, рассматривала эти решетчатые окна узкие крепости, где она была заключена. 1420 год. Ирбатский городок, Анфлёр. Где удивительная церковь, которая была создана из двух перевернутых рыбатских лодок, построенной в 15 веке, из-за бедности ее жителей, которая до сих пор сохранена и до сих пор работает, консоренирует. И везде на каждом шагу во Франции Нотр-Дамы. То есть все храмы у них называются Нотр-Дам, что в переводе означает «наша госпожа». То есть у них, получается, как бы все храмы посвящены Пресвятой Богородице, несмотря на то, что они носят разные названия, посвящены разным святым, но они все называются Нотр-Дамы. То есть мы все как бы... у нас на слуху Нотр-Дам де Пари, который прославил Дьоте, но на самом деле все и все храмы во Франции называются Нотр-Дамы. Удивительная вообще у них там архитектура и обстановка в храмах тоже меня очень удивила. То есть у них нет вот этих вот свечных лавок, как в православных храмах. Там у них отдельная как бы горка со свечами. А где вообще, Марина? И стоит ящичек для пожертвований. И просто, ну как, свечи стоят и надпись. Одно евро, два евро, три евро. То есть человек сам... И тут же рядом стоит вот эта вот скамеечка для свечей. То есть человек сам подходит, берет какую ему нужно свечу, кладет в ящичек для пожертвований деньги и сам свечу ставит. Я, кстати, образец привезла. Я вам сейчас покажу, какие у них там свечи. Ну, конечно, звуки органа, везде мозаити. Стоят скульптуры и святых, и Пресвятой Богородицы, и деревянные, и гипсовые, и из мрамора. И везде живые цветы. То есть стоят и вазочки, и вазоны, и огромные ведра, наполненные розами, пионами, тюльпанами. И вот этот храм, да, и вот этот вот заходишь сразу, ты чувствуешь вот этот аромат живых цветов. Я была на месте. Удивительное, конечно, ощущение, когда открытый алтарь. Поплотнее сядьте, поплотнее. Еще плотнее. Перед службой выдают каждому. А кто идет-то? Ну, не, каждый подходит на столики и берет что-то, типа псалтири, ну, или молитвослово. Сядьте поближе друг к другу. Да все, кто идет-то, никого нет. Никого нет. И во время службы выходит женщина, ну, я так понимаю, условно говоря, ее можно назвать рейдингом. Она становится рядом со священником и в определенные места, месты она начинает петь псалмы. Ну, это профессиональное, конечно, исполнение. Даже в самых маленьких нотах дамок у них везде профессиональное исполнение. Все это сопровождается органом. И все по молитвенникам дружно поют. Ну, и все, конечно, там сидят, все. Священник время от времени произносит проповедь. Я не слышала, что он говорил, так как это было все на французском языке. Я только понимала, когда он в определенных местах проповеди говорил «Амон!» и все повторяли «Амон!». Храмы открыты там постоянно. То есть в любой момент любой человек может зайти, сесть, не то, как у нас в православии заходишь, там кидаются вот эти бабушки, начинают тебе подказывать, что куда, что какой свечку подставить, поставить. Там вообще служить людей в храмовых не видно и не слышно. То есть ты можешь зайти в храм, присесть на скамеечку, послушать орган, посмотреть на все эти мозаики, сама обратиться к Господу. Никто тебе не будет смешать, никто тебя не будет дергать. Поразили меня исповедальни. То есть они все вот такие резные, из темного дерева. Ну вы знаете, да, то, что они разделены на две половинки, в одну половину посадится исповедник, а во второй закрыто сидит священие. Ну и тут как бы вот такая тайная исповедь получается. Они разделены решетками, что в общем-то... Очень интересно, очень мне понравилось у них еще место для проповеди. Оно идет как бы на возвышении, тоже деревянная такая... Конструкция. Как бы горка, да, конструкция, да. И туда поднимается священник, и сверху может обращаться к народу. Да, все храмы очень древние, особенно вот в Лионе с братом мы ходили. 15-16 век до сих пор это все... И дома у них тоже очень старинные. Вообще вот чувствуется... Вот дыхание истории на этих улицах чувствуется прямо вот... Ты это впитываешь. Усти эти улицы мощеные. То есть ты представляешь, как по ним еще ездили вот эти кареты, вступали деревянные башмаки, горожан. И до сих пор в этих домах живут. В Лионе он более древний, чем Париж. У них до сих пор вот эти вот в старом Лионе дворы-колодцы. Когда ты заходишь, проходишь арки, заходишь в этот двор, и тебя вот окружают вот эти вот окна, там башенки. До сих пор там колодцы, вот эти вот каменные, деревянные, что можно оттуда даже почерпнуть воды. Ну, все это удивительно. Что меня поразило вообще, то, что все... Общая доброжелательность. Я когда ехала, я очень боялась, потому что я давно никуда не выезжала. У нас тут как бы замкнутый такой мир, мы друг с другом общаемся, друг друга знаем, друг другу улыбаемся, но стоит нам как бы вот выйти там туда, и уже... уже немножечко не то. Ты уже чувствуешь немножко враждебность этого мира, да. А там вот общая такая обстановка, что люди стараются друг к другу относиться доброжелательно. Почему непонятно? Я не знаю, с чем это связано, но я когда приехала, первый день я была в Париже, я поняла, что... Мне тут... Я не боюсь забудиться, я не боюсь потеряться, как вот я боялась сначала, что я не знаю языка. Можно... То есть ты просто встречаешься, идешь по улице, встречаешься с глядом с прохожим, он тебе улыбается и говорит «Бонжур, мадам!» Или «Монсуар, мадам!» То есть все, он уже готов как бы... Помочь. Да, помочь, да. И можно остановить любого человека на улице. Даже это вот вечером, там, 11 вечером. У меня был такой случай, когда брата возвращалась, и немножко заплутала, потому что у нас вот расположены улицы, как? Вот, Ленинский, вот там просто спросить, где, там, Комсомольске, Красноару... Параллельно Ленинскому, там 3-я улица. А у них расположена в виде звезды, Латуаль. И улицы вот так идут, между ними вот так переулки, там непонятно, как они... География совершенно непонятная, так как город старинный. И я просто заплутала. Было 11 вечера, уже как бы темно, и не так много прохожих, в общем-то. И я остановила первого прохожего, оказался мужчина. Я только сказала, эксклюзи муа, луи, ланш, карта. Он тут же открыл карту, ну, понял, да, там очень много туристов. Мы вообще жили в центре, 20 минут ходьбы от Лувра. Он тут же открыл карту, так все-все посмотрел, все на пальцах мне объяснил, показал, все. Сильвуплей, мадам, все. И только отошедшие, я думаю, надо же, я не могу себе представить такую картину в России, что я ночью, ведь останавливаю незнакомого совершенно мужчину. Он мне доброжелательно все показывает, что знает, что я клещая, незнакомая, ни языка, не знаю, ничего. его. Ну, вот так. Все улыбаются трудно. И, в общем-то, к этому очень быстро привыкаешь. Я даже, вернувшись в Москву, я за собой замечала, что я улыбаюсь людям. Но улыбки закончились в аэропорту. Когда я зашла, ну, там, проходишь досмотр, заходишь в зал ожиданий, а потом уже все пассажиры делятся по зонам региона. И вот только я зашла в зону сибирского региона, обстановка сразу изменилась. Да, то есть я по привычке улыбалась. У людей начиналась паника. Они начинали себя судорожно оглядывать. Ах, не расстегнулась ли у меня шеринка. Вот. И вообще, один мужчина, которому я, ну, так вот, он на меня весь полет вот так вот смотрел, отводил взгляд, и уже, даже мы уже приземлились, я получала багаж, и он испуганно на меня смотрел, что же вообще происходило. Так что, действительно, у нас не обременены вниманием. Видимо, накладывает отпечаток, действительно, наш суровый климат. вас грешите. А вы сами по себе такие. Наверное, да. Судя по нашей общине, да. Все извиняются, все благодарят, все готовы помочь. Иногда было... Ну, так вот, может быть, мне так повезло, может, потому что вы молились, и мне попадали столько доброжелательные настроенные... Французы! Ну, вообще, говорят, что Париж стал грязный, что его запомнили эмигранты арабские. Я этого ничего не увидела. Может быть, потому что я жила в центре, с революционной... Я не встретила практически ни одного араба. Масса армян больше, да? Да, естественно. Больше я встретила румынских цыган, потому что сейчас Румыния вступила в Евросоюз, и толпы этих цыган румынских хлынули в Европу. Это вот я видела попрошать. То есть они... Ну, они не пристают, не ходят по... где-то там. Они просто сидят тихонечко. Некоторые там со своими кошечками, собачками. Но у них очень социальная программа на высоте, как ни странно. У него брат рассказал, что, во-первых, у них социальное жилье выдается неимущим. То есть квартиры от государства. У них социальные пособия. То есть у них все вот эти вот бомжи на самом деле, они у них как бы стоят на учете, и они все получают пособия. И есть специальный телефон, ну, типа как вот в Америке 911, да, вот у них во Франции тоже свой социальный телефон. такой. То есть любой человек к любому автомату подходит. Бесплатно по этому номеру может позвонить. И тут же приедут работники социальной службы. Они его могут отвезти в специальные дома, да, типа приюты, где он может переночевать, может жить там. его там накормят, ему выдадут новую одежду, он там может помыться. То есть это все есть, но они говорят с нами, свобода нам рассказывают. Они этого делать не любят, потому что им нужна внутренняя свобода. И им неинтересно соблюдать те правила, которые вот в этих приютах установлены. Ясно. Да. Ну, что касается культуры, я была там и в Гран-Ду-Пера, не на представлении, правда, просто на экскурсии. Гран-Ду-Пера вообще, если вдруг кто-то из вас попадет в Париж, имейте в виду, что это та печка, от которой все пляшут. То есть это не Лувр, не Эйфелева башня, не триумфальная арка Гран-Ду-Пера. Все туристы там всегда собираются и это служит как бы ориентиром от всего. То есть Гран-Ду-Пера вы идете туда-туда-туда-туда. Ну, Лувр великолепен. Вот я что могу сказать. Я не думала, что на меня произведет такое впечатление Джоконда. Потому что к такой степени это уже столько раз уже видели, как бы избитая кажется тема, да. Но когда я подошла к этому полотну и эта женщина, которая впитала миллионы взглядов, миллионы впечатлений, когда ты обходишь ее вот так по кругу и ее мягкий ласковый взгляд каждый раз встречается с твоими. То есть вы знаете, да, что она нарисована, да, что вы с какой бы точки вы на нее не смотрели, она смотрит вам в глаза. Ее тонкая, мягкая улыбка это что-то завораживающее, потому что от нее действительно идут какие-то вот токи вот эти вот это удивительно. Хочется действительно смотреть и смотрите ей в глаза. И теплый мрамор, роденовских скульптур, ну все удивительно. Ну это и роскошь, королевская роскошь Версаля, конечно, и золотые орлы на воротах Фонтебло, где жил Наполеон, его известная треуголка, его шинель, его походная палатка, все это там в Фонтебло хранится, все это, конечно, эти полукруглые, во дворе отречения полукруглая лестница, где он отрекался от императорской короны, перед ним стояли его войска. Конечно, это все удивительно. Ну что вам еще раз сказать? Да, слово называется. Ну все. А Си Христос пойдет. Ну Эйфелева башня, как ни странно, избитая Эйфелева башня, которая везде растиражирована, я не могла понять, почему их все фотографируют, ну железка и железка. Ну когда вечером действительно мы ехали на пароходике по осене, и я ее увидела, эту кружевную башню, подсвеченную огнями. Огромную, да? Большая, воздушная, сияющая, отражающаяся в черных водах стены. Это действительно чудесное дневище. Молюбина не звонила, что-то я не помню, что они давали мне свой телефон и свой адрес. Да так, позвонить отсюда можно, если есть телефон. Они не дают, они ни с кем не сойдут. живные буржуазы. Аминь. Спасибо Христос, Марина. Смотрите, с чем слово? Мы все обсудили всех. Настя, Настя. Обсудили всех. Говорили об отсутствующих, о водящих. Я не с самого начала кое-что не слышал. А то, что слышал, это не моя сфера. Я знаю, поэтому я и не хотела выступать. Да, мы же не хотели выступать, но для вас я уговорил. Люди хотят... Не вы меня уговорили, я сама делаю это решение. Но я просил вчера здесь в коридоре при Игоре. Спасибо. Я хотел спросить только, там встречи какие-то были с русскими, которые постоянно жили с эмиграцией, с верующими. Каким образом вы бы это представляли, Игнатий Тихонович? Нас садили в автобус и везли на экскурсию. Все. У меня все было расписано по секундам, не то, что по минутам. Как вы это себе представляете? Я представляю так, как у меня было в Америке. Вот меня только они встретили, я сразу спросил, а какие предполагаются встречи с верующими? Значит, зачем я сюда ехал, дорогу толпил? Ну, меня это не интересовало. Я спросил, первое, езди. Так, сразу же это первое, что я еще в аэропорту встречаемся. Так, сейчас вы встречаетесь с секретарем Синоды, теперь он митрополит. Иларионов. Я не закончил, Марина, подожди, я не перебивал тебя. А ты что, парижская улыбка? Подожди. Подожди. Побой здесь. Вот. Они сказали, там все узнаете. Встречаемся с Иларионом, я сразу спросил, Владыка, а у нас тут встречи возможные какие-то здесь? С кем бы хотели? А какие у вас есть из Урсии? Ну, тут есть баптисты. Хорошо договорились. И он сам поехал за 200 километров со мной и нас встречают с баптистами. Владыка. Вообще, он только там был, этого никогда не было. Дальше только встретились, в храм пошли, выходят старики, в основном старые люди. Я спросил, а у вас молодежь где-то отдельно есть? Да они молодежь своим делом занимаются. Я говорю, по слову Божьему, молодежь беседует или нет? Да они совершенно не интересуются. Как? Вся молодежь не интересуется Господом нашим Иисусом Христом. Так зачем же вы здесь находитесь-то? Ну устроите мне встречу. И они мне устроили. Как я представляю? Вот сестра Марина спросила, мне представлять не надо. Я знаю, как это делается. И они сказали, хорошо, мы постатаемся, не расходите, кто будет пытаться. Ну вот у него сын, а так как где они собираются, раз узнали где, тоже мне сразу сказали. Когда будет? Сегодня вечером. А во сколько? Шесть вечера. Хорошо. Кто меня отвезет? Все, вопрос поставлен. Теперь я дальше прошу привезти к этому месту. А молодежи собралось столько, им сказали, из России приехал человек, который был в вузах, а они любят таких. И дальше стали говорить, верите, нет, когда кончилось где-то может пол первого, то старики ко мне подходят и говорят, это наша молодежь, мы никого не узнали. Это они такие вопросы задают, они так интересуются. Так надежда какая-то есть. Я говорю, вы не знали, живете, нарожали их куда? Пахли под котел. Молодежь настолько заинтересовалась, стала спрашивать, а возможно ли это, а как это? Как я, я представлять не хочу даже. Это реально, как ты будешь говорить? К чему ты наклонен будешь? Конечно, нам нужно, что, что там лувр, прочее, я могу и в книжках узнать, посмотреть. Все равно ни с кем не встречался. Меня возили, знаете, два небоскреба, которые шипы, я наверху у них был. Но я там нашел с кем беседа с полицейским. Полицейским за свидетельством, он сфотографировался, говорит, Америка пойдет вниз, а Россия будет восставать еще год. Значит, когда мы приезжаем где-то в Москве, это в первую очередь на телефоне человек собрать, кого только можем. Если мы там находимся 10 дней, 10 дней по 2 встречи в день, 20 встреч. Тогда я считаю правдой. У нас отец таким ездит каждый год в Россию, и ничего этого нет. Он говорит, зачем ты деньги тратишь, зачем ты время тратишь? Ведь отвечать за все придется. А кого я там соберу, там 5 человек? Неправда. Мы сейчас можем выйти, пойти к баптистам, где угодно, и можем собрать очень много людей и свидетельствовать о Господе. Тогда смысл есть. То, что представим на суд Божий. Нам же придется за каждое в жизни мгновение, за каждый потерянный час, за мысли, слова и движения ответа потребовать с нас. Если этой цели не подчинено, спрашивается, зачем я тогда вообще родился? Не говоря о том, что ездил, пил, ел, влюблялся и прочее. Если я не со Христом, то я нигде. Выбор в серединке нету. Или с сатаной, или с дьяволом. Ты нарушаешь общий порядок, установленный Богом. Он дал тебе жизнь, ты ей не распоряжаешься. Он дал землю, он дал возможность изобрести самолеты, поезда. Он дал. Но для того, чтобы мы служили Богу. Бог дал возможность Тим Бернерсуле интернет изобрести. Его использовать для дела Божьего. Вот у нас, видите, что тут написано? Вот. Это интернетное, там прочее. Все поставлено на место. Если не так, то значит горе нам. Теперь о новостях, какие были у нас. Уже не парижские, а здесь. Вы знаете, мы в этом году решили благовестие изменить. Потому что в окрестности лучевой взять, все районы в пределах 180 километров мы выбрали все. Даже крупные села не районного масштаба, не районного центра. Я в самом начале, как возвратился сюда с 10-11 октября 11-го года, говорил, нам необходим транспорт. Долго беседовали, шофера советовались. И на этой неделе мы уже машину купили, она во дворе. После выйти можно сфотографировать. Это газель. Может, это не лучший вариант, но пока вот так. Сейчас, подожди, когда я возьму здесь. Я не шофер, и поэтому, не знаю, буду прям по этому говорить. Я отдал, требовалось 627 тысяч. По милости Божьей, мне удалось собрать это в течение одного дня. Так что все остальное, не можно, я просто не верю в это. Теперь меня надо возместить. Я пошел, меня батюшка встретил в банке. Первый раз с батюшкой в городе встретился, никогда не ходил. Ни раньше, ни Божьей, встретился в банке. А ты сейчас и сделаешь. Батюшка, для благовестия. Вы помните, Миние Пожарские, жен заложим, детей заложим, все продадим. Но мы должны освободить страну от проклятых ляхов. Вот стоял вопрос как. Значит, люди оккупированы дьяволом, и для этого мы бросаем все. Машина стоит уже во дворе. Все, люди уже купили, пригнали. Требуется уже теперь досмотр, все, что для этого требуется. Но вчера говорят, по машине вопрос, что ей требуется, ну, там, чтобы не гнило, и неправильно выражаться, антикоррозийный какой-то слой нанести, где колеса, там, грязь бывает, с солью, и быстро пропадает. Я спросил, сколько стоит? Мне ответили, Николай Курщин, на 8 тысяч. Я правильно понял? 8500. 8500. 8500. 8500. Ничего себе. Я не понимаю в этом, но я подумал, сколько же он тратит времени, и какой материал? 8500. Это две моих пенсии. И сколько он тратит времени? И всего только спросить, если человек в день, сколько таких машин обслуживает? Если он обслуживает три машины, даже три, в день, это означает, ровно через месяц он может купить за 800 тысяч машину. За 800 тысяч. Это никакие не цены, это грабеж. Но я спрошу шапюром, надо это делать или не надо? Или нам нужно почистить, потом зачистить как следует, и покрасить краской. Вы не зачистите, скрытые полости вы не зачистите, не помоете. А сколько стоит вот это вот все? Вы узнавали? 8500. Так это не зарплата ему, это все вместе. Вот эти подкрылки, сколько стоят? Так я спрашиваю, ладно, это или надо, вас выслабили. Надо. Сколько краска коррозионная стоит, спросите. Вы научитесь спрашивать. Я сейчас спрашиваю пока, я не знаю по этому. Ну нет, это не зарплата человеку-то, вы что? Я знаю, но за 8500 тысяч купить машину можно заместить. С этого он получит 1000 человек. Так, я спрашиваю шоферов, скажите, пожалуйста, нормально это, стоит ли делать? Да, да, да. Кто понимает, ты шоферов, поделите, что это стоит. Это необходимо, но что в это входит, Николай? Это необходимо делать. Что они сделают? Братья, ну вот сидите вы в самом деле, ну есть же кто в баранку крутит хоть немножко, то встаньте, скажите. Необходимо это все делать. Необходимо, но вопрос там, что они сделают? Смотря что делают, если они заливают пороги, то это необходимо делать, это в первую очередь. Если они пороги не заливают, то это можно сделать самим. Подкрылки покупаешь, и покупаешь обычную мастику. Я у себя в машине делал, 6 лет отъездил, крыло снял как новое. Это дешевле просто обойдется, это можно прикрутить, там на саморезах все прикручивается. Ну дешевле столько, посчитай в деньгах, и получится. Если они заливают пороги, то это надо делать у них. Если они этого не заливают, то это можно сделать самим, мастикой просто, кисточкой, обычной. Это стоит банка, там стоит 500 рублей. И плюс подкрылки с саморезами, все. Это я делал у себя на машине, сразу, когда я ее пригнал, сразу все сделал, 4 подкрылка поставил. Так берешься сделать, конкретный вопрос. Или только предложить. Это надо узнать, какое они делают условия у себя там. Можут они идти. Завтра ты сможешь это сделать до обеда? Завтра нет, я работаю. У меня нет теплого гаража, нету... Просохнуть. Ты не сможешь ее вымыть, ты не сможешь просушить, и, конечно же, ты не сможешь... За это они берут 8 с половиной тысяч. Все. Так, теперь я спрошу еще шаперов, кто разбирается в машинах? Пальпуева Николая нету? У кого машина есть еще? Вот стоит. Стоит ли 8 с половиной тысячи отдавать за то, что покрасить? Стоит, стоит. Учитывая, что это российский автомобиль, антигоразийную обработку провести необходимо. При вас, я не хочу... Так, из своего кармана 8 с половиной тысяч отдают, передайте. Кому? Вопрос решаешь, просто конкретно. Я хочу сначала узнать. Так, это на мне, к тем еще деньгам присыплюсовывается. Теперь, у меня где-то я не вижу... Володя, а, Володя, он снимает. Володя, ты вчера какую-то купил деталь, сколько заплатил? 800. То, что заряжать, сколько? Я не буду брать. Я не спрашиваю сначала. Я тоже ничего не буду брать. Передай, потом отдашь. Я не буду брать, Игнатьич Максим. Он сказал, не будет брать. Потом передай, думаю, передай. Я должен передать, а потом решишь. Послушание иметь. Передать. Возьми, а потом передашь. Ты дашь Людмилу Степану назад. Ты сколько заплатил? На сегодняшний день ничего нет. Положить в общую сумму. Отдал 800. За машину кто еще что платил? Мы ее должны полностью выкупить. Так, теперь кто думает по машине побагать? Эта помощь может продолжаться собственно бессрочно. Через Людмилу Степанову. Как только сумма наберется, я скажу, стоп. А она будет помещать. Сколько будет это? Кроме того, нам нужно уже сделать сбор, будет к этому же прилагается. Покупать Евангелие. Будто бы достали адрес, где можно достать. Нам хотели помочь из Иркутска, но слишком далеко. Второе. Татьяна Александровна. Говорят, на вас это положить. Обшить сиденья. Вот таким материалом. Завтра его много привезут из деревни. Берешься или нет? Никогда не шила, не знаю. А там нельзя заказать у вас? Шила. Ты такие платья щёшь, мастер. Обыкновенно я как. Я тогда сделаю эту саширух. Замерил это. Пусть эта складка будет. Не имеет значения. Чтобы спинка сиденья и сиденья. Она сразу. Спинка одновременно, чтобы на сиденье, чтобы ей не сдерглась. Я пустила, смотри, как ниже. Не до земли. Берешься или нет? Их не шьют целиком вообще. Отдельно шьют. Отдельно шьют. Как угодно. Я не знаю, как. Шить надо, сказали. Завтра материал будет везти. Вот такой материал. Хороший-то нет? Это не вам. Это не вам. У нас его есть. У нас есть. Потеряйте. Так. Татьяна Александровна. Но она не шила. Я говорю, что я никогда не шила. Чехлы такие я не понимала. Она размеры не знает. Знаешь, я тебе скажу. Ни размеров, ни пальцев. Есть такой рассказ братьев Бондаренко. Как они там шьются, выворачиваются. Я ни разу не видала. Я честно говорю. Татьяна Александровна. Есть рассказ братьев Бондаренко в виде сказочных рассказов. Когда тут Петр купил какой-то пистолет в то время это оружие. Но он что-то заедать стал. И он в Тулу приехал. И начальника спрашивает. Ты можешь это сделать? Он говорит, да я в глаза первый раз такое вижу. Он надо оружие другие готовить. Вот что было мне, через 10 дней пистолет этот отремонтировали. Ну тут что, вызывай Харунжева, так, чтобы через 9 дней было. А тот вышел на базар, мужика уже находит, там полупья находит. Скажи, ты можешь это сделать? А что же я сделаю? Давай сделаю. И вот он приходит с этим... А его потеряли, мужика. Но он вовремя явился. И вот он сядет. И вот он приходит, когда тот мужик, очень интересный рассказ. И пистолет этот подает Петру. Петр попробовал все чахать. И ты так это сделал? Он говорит, да у нас такие соплями клеют. Петр размахнулся, как дал, говорит, мужик... Он говорит, за что, Алексеич? Чтоб не хаял чужих мастеров, сами не можете. Какие мастера? Он говорит, я тебе дал свой пистолет сделать, а твой вот он отремонтировал. Вытаскивает второй ему пистолет. Вот какие русские умерцы. Ну не обижайся, ну ударь меня, да не обижайся. Не обижайся, Алексеич. Он говорит, как жах, вот Петр щит в стенку не вли. Вот какая была Россия. Она могла с которыми разговаривать, а сегодня в подметки бомжам не годимся. Это простые рассказы. Книжки продавали. И мужик этот говорит, а я ланюсь, то есть в прошлом году, тоже не умел делать-то дуги. А дуги согнул не хуже, чем юрославских мужиков. Такие ли мы дуги согнули русские люди? Подойди, замеривай, сделай, что их от чехол надеты и все. Я даже умею шить. Портянки шил одно время. Портянки, да. Вот. Как мне сделать, что хорошо. Так, второе. Когда будете расходить, передайте вот эти у нас журналы. Передайте. Журналы Алтайской Духовной Миссии. Очень хорошие. Передайте. По одному журналу. По одному я себе могу. По одному, а если я останусь, возьмете по два. Перейте, передайте. Нет, да. Это у нас со старых запасов внезапно обнаружено. Уходи, передай туда. Передай. Так, передай дальше туда. Второе. Нам нужно... Так, сразу видите, молча. Вы зачем разговариваете? Молча раздавайте. Дальше. Нам нужно картонки вот такие нарезать. 8 на 13 сантиметров. Доставайте где хотите картонки и режьте. На них мы наклеим наше объявление и в каждый дом даем. Там говорится про библиотеку, про книги, про наш сайт. Самое основное. Где мы не можем дать Евангелие, мы будем давать вот такие вот. Вчера уже вот я отдал, дробь вот уже принесли, нарезали. В прошлом году я сам некому резать было, нарезал на картоне. Залезал бумажки и наклеил за один день 700 штук. 700. А вас-то сколько здесь? Нам потребуется примерно 50 тысяч таких картоночек. Пока вот это... Кто будет резать? Подайте их кому надо. Их обвел. Ну и находите картон. Заходите в отходы, спрашивайте в разной типографии. Не будете делать, Господь все равно даст, сделаем. Этого вопроса даже нет. Запомните их машины с машиной. По милости Божьей, меня научили снимать ролик. Это Витя поставил программу, А Вася меня подтолкнул там, что-то тоже поделал. Я даже не знал, что с ней делаю. И ролики, которые я не мог снимать, теперь я их снял и на диски записал. И что вы думаете? Там все, и пение ангелов, которые я рассказывал там. Ну все буквально. И там такие фильмы. 264 ролика сделал за неделю. Кому нужны такие диски на двух дисках? На любом компьютере уже можно будет смотреть. Я вчера уже тут раздавал. Кому надо? Идут, не идут. Теперь я ролики переношу сам. На диски. Чего раньше не мог делать? Не мог. Я скажу, что материал огромнейший. Ну 264, вообрази. Тут договорить даже невозможно. Дальше. Сейчас в интернете везде вот такая идет как бы тема. Как сатана губит людей. И будто бы был съезд. Ну не будем говорить в Москве. Пусть он был в Париже, в Нью-Йорке где-то. И сатана спрашивает демонов. Я стал читать, гляжу, это старая, древняя такая повесть. И сатана выслушивает внимательно. Какие предложения будут. Как погубить род человеческий, чтобы Богу досадить. Младен говорит, я буду отрезать проповедовать на шестой части суши. И буду говорить Бога, нет, само по себе. Вот как-то развивалось, развивалось. Да обезьяна дошла, потом из обезьяны. Ну а там в гуся, в карася и так шло. Из ничего. Нет. Сатана говорит, этот план хороший. Но многие будут видеть звезды. Будут видеть, как летают пчелы. И они догадаются, само по себе такое не могло возникнуть. Как Монтейн, философ, говорил. Отрицать Бога под звездным небом и у гроба близкого человека могут только совершенные преступники или лишенные разума, идиоты. Второй говорит, а я скажу, Бог есть. Но как с ним связь вступить? Чего от нас Бог хочет? Никто не знает. А Библия это написали отсталые люди. Это все сборник еврейских сказок, как поработить все народы под еврейское игорь. Это просто те же самые протоколы сиомских мудрецов. Чтобы евреям ставствовать, а гои бы у них там лизали. Сатана говорит, очень хороший план. Но люди будут смотреть Библию и поймут, что это неземная книга. Они увидят, как она притворяется в жизни, как она перерождает грешника. Как человека блудника делает честным, пьяница делает трезвенником, жадного делает человека щедрым. Это не пойдет. И тогда один бесенок делает предложение. Я буду говорить, Бог есть. И в Библии все сказано правда. Как бесы зашумели, чуть не разорвали. Сатана взяла его на плечи. Стойте, тут что-то есть. И что, но я буду говорить не сегодня, а завтра. То есть сегодня некогда, некогда, у тебя же некогда. Тебе надо жениха найти. Ты будешь искать по интернету, искать невесту, а потом дети. Потом надо воспитать детей. Мне некогда. То есть я займу, работаю дома, надо покупать все. Некогда, некогда, под старость некогда. Лечиться надо, там уже не вылазишь оттуда. И с этим ты уйдешь туда. Сатана говорит, вот главный план. Некогда. Я раздаю картонки, некогда. На благовестие, некогда. Вы не думайте, что место будет пусто. Бог на твое место найдет еще лучшее. Поэтому, если предлагается что-то делать ради Господа, я готов. Вот он я. Тебе будет как приятно оглянуться назад и вспомнить. Да, Господи, я расслышал голос твой. Мне приятно. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Что ты вспомнишь? Старое... Что? Воровали, да аборты делали, больше ничего не было. А вот жили, да вот... А что жили-то? Вспомните свою жизнь до встречи со Христом. Какие были? Павел говорит, чего вы стыдитесь сегодня сами? Да теперь-то хотя бы, ну уж когда святы брошены на помойку, ну здесь хотя бы, а животвори, Господи. Богу не надо выдвигать свой план. Да будет воля Твоя. Я знаю, воля Божия та, чтобы нам расслышать голос Его и жить во славу Его, исполнять все, что Он скажет. А Он говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Мы для этого собрались, чтобы воздать славу Богу. Нас сегодня Господь на вторую ступеньку молитву поднимает. Слава Иисусу Христу. Третья ступенька. Он позволил нам теперь колесницу иметь. Ремонтируйте, делайте, доводите на душные кондиции, а дальше уже будем говорить, как то. А шофера, думайте, как понедельно работать на машине? И четыре человека. Во-первых, грузу и сколько? Тонн уберет? Девятьсот пятьдесят. Вот, а нам семьсот хватит. Большой, вытянулся, может, метр восемьдесят кузов на семь человек. Вообще, я не знаю, как в окно смотрю. Ребята вечером выйдите вокруг машины, обойдите, до воскресенья Бога просчитайте, чтобы колеса никто не снял. До чего она мне нравится. То есть я как во сне ее видел. Конечно, кто посмотрит, скажет, чему радуется. То ли дело у меня там, как у одного депутата отняли, миллион долларов стоит часы. Евро, миллион евро. Так наших тут весь двор можно было заповедить. Что еще? Когда ходишь в интернете, с кем-то знакомишься. Абсолютное большинство, везде мужчина или женщина, бывает жена, замужем, а то в активном поиске. Там сморщок такой, в активном поиске. Что ты ищешь? Смерть сми ищешь. В интернете какой же может быть знакомый? В активном поиске. Она смотришь, когда в биографии его... Ой-ой-ой, да он ей биографию точно другой не напишет. В активном поиске, а другой... Совсем запутался. Совсем запутался. Что это означает? Утонул. Мне один пишет уже в возрасте 60 с лишним лет. Поверил по интернету. Она пришла, он полуживой остался. Такие переживания, полжелудка, говорит, сейчас вырезали, дома сижу. И она все еще в пакости делает. Две недели прожил с ней. Нужно тебе это или нет? Почему в видении Антонио было показано 20 мытарств. Жадность, убийство, где сатана ловит. И мытарство блуда. И на нем погибает больше, чем в 19 других мытарствах вместе взятых. Молодежь ударится в блуд, а старость на осуждение. Значит, все силы бросить, молите, против этого духа блуда. Давить и гасить его. Особенно, чтобы молодежь Господь сохранил. Немного отвлеку. Книга. Раиса Николаевна, ваша книга. Так, я вам ее передаю. Так, ну возьми вы него. Володя сейчас расскажет, будет давать. Я ему дал вещь, а вы сам посмотрели ее. На эти минуты, да. Покажи книгу. Я прочитаю. Вот сейчас передаст. Что это за книга? Скажите, пожалуйста, как вы ее, книгу эту получили, от кого? Да мне дал один человек, просто говорит, вот хочешь почитать? Я говорю, ну, православное, все, да. Ну, да, почитаю. Ну, почитал, и какое-то сомнение там у меня. Ну, да, там рекомендации, что какие, и дальше благословения. Наверное, надо... Этого, митрополита Иоанна Снычева, фотографии его. Я немного посмотрел, Володя сказал. Вот сюда, подойди. Так. А потом Володя ей занимался. Вот, пожалуйста, Володя, давай. Ну, я сразу скажу, я всю не прочитал, конечно, но... Но когда начал читать, сразу насторожился. Здесь так написано, что он один из 70 избранных людей, которые здесь в мире, которые Господь избрал. Как 70 апостолов, учеников Христа. Там я сразу насторожил. Вот, и потом я некоторые тут читал темы. Ну, примерно, сейчас расскажу тут, прочитаю. И сей Бог, Дух, вселивший человека, всегда научает его жить во спасение. Всему Божьему тебя научит. На все доброе наставит. А потом и будущее вам возвестит. И когда Бог спасет сродников ваших, покажет. Затем возвестит вам годы и дни и время, в которое придет Господь. Воздать каждому по делам Богу. Вопреки Евангелия совершенной. И даже о младенцах пишет. У них все об абортированных. Дети по месяцам, которым 3 месяца абортированных, там в одном месте. Которые детей убили в очереди, там 4 месяца, те в другом месте. А которые постарше, они там учат и этих. То есть, такие бреди пьяных старух конца нет. Притом, никакого конца. Я начал помещать. А Володя говорит, это нельзя трогать, эту книжку ей отдавать надо. Говорю, ну как я найду. Там 64 страница. Это такая, знаете, сказка. Златоуст говорит, бреди пьяных старух. Ни слова, как будто Евангелие он не слышал. Теперь, он 70 апостолов. Ну пускай. Но почему он идет на благовестие, как 70 апостолов? Ничего этого нет. И теперь фотографирует. Вот деревья, а здесь стоял этого батюшки дом. Там богопочитание настоящее. А вот эта соседка, она жила с ним. Какое отношение ему? То есть, они не знают, что сфотографируются. Где, с кем? Ну, подожди. И очень много, он здесь говорится, описывает, что он был в Ваде и вытаскивал оттуда грешников. По его молитвам все происходило. Возьми, смотри, чтобы Вад тебя не затащила, эта книга. Все. Вытащить он не поможет. Я сейчас ее отдам. Я просто говорю книжку. Не надо, не надо даже сюда заносить такие книги. А, Игнатий Иванович, а про ту книгу, которую давали-то, белая. Ну, я тоже ее решил сразу прочитал. Думал, сейчас сходу-то возьму, как ее. А она... Тихо, подождите. Книга, это... Она как-то... Ну, там слова вроде бы как евангельские. А потом читаешь, действительно, ни начала, ни конца нету. Дух Господень. Там все, Дух Господень, Дух Господень. Я думаю, ну ладно, по темам так же прочитаю. Все как такое. Открыл тему. И там тема сразу мне открылась. Ну, Господь просто открыл. Почему нельзя считать Марию Нагодалину женой Иисуса Христа? Оно мне надо это вообще? Скажите. И начинается. Паши, почему она не его жена? И так далее. То разбирается какой-то вопрос. Ну, я тогда ее закрыл. И подальше отложил от всех наших православных книг. Думаю, потом еще может какая-то нужна. Игнатий начал. Так что, где сестра? Тебе прислали эту книгу? А кто? Это книга Галины Ивановича. А, Галина Ивановича. Скажи ей, что эту книгу может она свободно отправить к нам в Кочегарку? Да, это можно отправить. Я немножко почитал сразу. Какие-то энергии, космические у нее все это. Это не святоотеческие книги. Никаких энергий святые отцы не рассуждали, кроме Григория Паламы. Я говорю, что попало читать? Я уже об этом не раз говорил, сестры. Я снова обращаюсь к этому. Я, может, перестану уже говорить. А вы очень хорошо запомните. Знаете, я это нахожу не только то, что эфир переполнен там где-то. Книга считаю. Но на молитве проверяю. Как только что-то случилось, кто-то просит. Они меня не отпускают. Каждый там в интернете просит помолись. Мама в больнице помолись. Ну, я сразу им говорю, как молиться надо. Хорошо, я согласен, сто поклонов, там, три святоя. И сразу на молитву. И ответы дают люди. Я говорю о том, что у вас самое ценное. Ваша грудь. Вот. Понятно как? Вот так должны быть закрыты. Вот как у женщин вот так проходит, дома вот так раз. Вот так вот. Ну, только что в Америке устав определенный есть. Грудь может быть открыта, но чтобы соски не было видно. И вы не додумайте, что дальше сатана делает. Женщины стали делать операцию и отрезать соски. Вообрази себе. Тогда можно всю грудь показать. А если грудь показывать, а соски на месте, ее оштрафуют, ее могут посадить и прочее. Ну, тот, кто закон создавал, ну скажешь, ну ладно, вам нравится сиськами трясти, ну пускай будет так, ну, ну, до половины, ну соски скрыть. Они через закон перелезли. Вы придумываете то, сатана говорит, даже он не думал. Мне страшно сказать, но в Библии написано так. Господь говорит, вы делаете то, что мне на ум не приходило Бог. Богу как могло. Даже закройте грудь. Вот же, ну посмотрите, в думе мужчины, как и женщины. Мужчины все, мало того, еще этой удавкой масонской, галстуком затянуты все. Военные все. Женщина тоже вот так вот до сих пор. Дальше резко стрелой вот сюда вот. А тут она маленько, а тут она разбегается, когда кто рядом. Ходит на почве, наклоняется. Ну видно, прям сидит все здесь. Зачем? Повторяю, тысячу триста лет это практика. Два миллиарда с лишним мусульман. Ни одна, ни разу так не выходила. Какой нам срам и стыд-то будет? Это самое ценное. Но самое ценное, это деньги имеешь. Ты же не выходишь, деньги там. У меня деньги здесь, я их храню вам там-то, на улице или где-то. Скрой. Перешейте платье. Я вам скажу, что я выставляю интернет. И вот пришлось мне выставлять такое свечи, наши делают сестры. И вот так вот, грусть расхристана. Я кое-как нашел одну фотографию, где платок спустился и закрыл. Я ее тогда выставил. Ну не могу я давать такое, что где-то. Зачем вы это делаете? Ко мне приезжают дети, иногда разрезанные платья. Ну, сбоку там где-то. И у меня фотография есть, я сижу с ниткой, вот такая, ну по-мужски длинная нитка вот такая вот, конечно. Вот я подщиплю ее вот так вот. Я их все зашиваю, все юбки зашиваю. Она не дает. Я клинышек вставляю, я портной неплохой оказывается. Перешейте все. Ни одного кармана нет. Сделайте карманы. За рукава не толкайте, как царевна, не смеяна. Я о малых вещах с вами говорю. Поверьте, что это не христианская одежда. Это стихии мира завлекают. Почему? Мужчины смотрят на грудь и назад. Прикройся. Поэтому мусульмане, они так и сделали, она как в мешке сидит. И чтобы мусульмана, она вышла замуж, не советует с родителями, она их к вечеру зарежет. Ничего там не будет. Ну, конечно, это не наш закон. Но и по-христиански-то, как мы считаем, как было, они ревновали остаться одной. А не то, что там в ухе чесало, показалось, что меня зовет. Мессинь шевелся, я побегу туда. Этого не было. Это преступление было. Это преступление против своей души, против родителей, против страны, против Бога, против Писания, против святых, это даже не входит ни в какие рамки. Никогда, чтобы с нами этого не было. Я, может, никогда уже на эту тему не буду говорить. Слишком тяжелая потеря. Ты не афишируй то, что должно вскрываться. Этим походным жеребцам, табунам не ходят, им больше ничего не надо. Поиграл и выбросил. Вы имеете дочерей, имеете родственников, везде начинайте работать. Конкретно. Вот берут интервью. Интервью мусульманин. Ему там 16 лет. Прямо снятый ролик-то. Но он спрашивает. Ну а если твоя мать, она что, осталась? Да, отец у нас погиб. Ну а если она с мужчиной будет где-то? Зарежу. Ну у тебя сестренка растет сколько лет? Уже 11. В 12 лет она замуж будет. Ну а если она где-то познакомится? Зарежу. То есть у них на ноже держится, а у нас на благодати. Мы можем призывать только к посту и молитве. Это дух блуда проник, охватил и не выпускает. Это житие святого Киприяна и Устины. Когда молились, к юношу говорит, я без нее не могу жить. И у колдуна добивался, он сделал даже птицей, что он подлетал к ней. Вырубил ее, он грохнулся на землю. И все. Молись. Это все уйдет. Это все временное, быстро прогорающее. Быстро, быстро. Начинайте молиться об этом. Молитесь о молодежи, о детях. Они подрастают и уходят в мир. И счастливых браков там не бывает. Овечка собралась, за волка идти. Ты ошалела. Ты не овечка никакая. Ты просто змейный характер уже переродился человек. Плачьте и рыдайте. О детях, Господь говорит, находящихся на вас. Плачьте и рыдайте. Что делается с нами? Умудритесь. Я вам говорю о том, чем мир переполнен. К нам почему люди обращаются? Ой, как у вас одеты? Я фотографии-то выставляю. Это же надо. Это рай на земле. Вот бы побывать хоть раз-то у вас. Люди где? Они глядят только на вид, на фотографию. Вы помните, приехал к нам директор библейского общества Новосибирска. И он нашел. А у нас тут ни одной молодой не было. Только пожилые. И он посмотрел. Ой, какие ваши женщины-то красивые. Формы вас сделают другими. Вы на остановке стоите, к вам сколько раз подходили и говорили? А две бабушки стоят в штанах. А представь, бабки-то, какие они старые. А она, ооо, каких уродов-то из нас сделали. Как они нас обезобразили. Сами о себе начали разговаривать уже. Вы проповедуете формой одежды. Не занимайтесь мимикрией. Не увидишь ли, уже все поддернули, шляпки и пошли. Идите в платочках. Кто меня постыдится, того я постыду. Не стыдитесь этого мира. Потеряйте вы из храма, идете и не переодеваетесь. Почему здесь переодеваетесь? В храм идя, оденься по форме. Наша форма целомудренная, хорошая. Она основана на истории нашего народа. Так всегда одевались. Я вам немного сегодня прочитал пока. А работу заложили многие. Искать необходимую. Картон нарезать. Так, Андрюша, когда принесешь? В следующее воскресенье. Задо запущу печать. Так. Я покажу. Когда будут такие вот листики, ну, листы, их резать можно вдвое. Но они больше двух. Иначе ты будешь прорезать клетки, и там по бухам уже пойдет. Разрезать их. Там расчерчено. Дальше варить клей. Как варить клей? Ну, примерно две ложки муки в холодной воде, как блины. Разведи в стакане воды. Ну, а потом до кипения, до води все время помешивай. Больше ничего не надо. Намазывай, приклеивай. Намазывай, приклеивай ровно. Нам это необходимо. Кто будет этим заниматься? Поднимите руку. Добровольцы ищу. Волонтеры. Ну. Не опускай. Усыплюсь я за тебя. Клей. Ну, все будут клеить. Так. Картонки искать. Андрюша, ты мне нельзя отпечатанное, отпечатанное разрезать ровно и наклеивать. Больше ничего не надо. И потом, когда наклеите, сколько разложите, а потом друг на друга и маленько прижмите их, чтобы пузыри эти ушли. Так. Мы хотели сегодня немножко поговорить о благовестии. Ну, не знаю. Мы уже вроде затягивали. Я хотел, выйдем туда на улицу. Машину можно... Можно... Николай, машину можно подогнать ближе к дверям? Можно. Показать тут и сфотографироваться. Мы могли бы даже на улицу вывезти, чтобы все сфотографировались с машиной. Мы ревнуем о благовестии. И Бог нам так обильно все это дает. Мы будем уезжать понедельно. Неделю. В субботу возвращаемся. В следующее воскресенье опять уезжаем. И понедельно. Так думаем пока. Но как получится, мы этого не знаем. С собой берем все необходимое. Попробуйте на два дня хотя бы сначала. Сначала на два дня. На два дня. На два дня. На два дня. Нас не получится за вперед далеко ездить. Никак. На два дня мало. 250. Это же 500 километров только ехали. Нам некогда работать. А теперь мы там приехали с утра. Пошли. В какое время это уже. Кто-то придет. Кто-то не сможет. Кто-то не сможет. Вопрос. У меня самый маленький. Совершенно. К нам как бы не относятся. Все остальное. Я держу голубейни. Вы каждый год бросите помет И кому нужен, приготовьте Пока все у меня чистое, там еще не трогали Я вам дам для ваших Там где, дачи или что-то Ко мне принесите только Я попрошу брата Михаила, чтобы он там забрал Она прям чистейшая стоит Еще не смешанная с толомой Так кому надо, поднимите руку Раз, два, три, четыре, пять, шесть Рубля красная, семь Принесите только, вольны, чтобы не прорвалась И все получите, даром Так, вопросы По благовестию кто желает сказать слово? По благовестию поделиться опытом Или какие-то предложения Эту тему мы продолжим потом, говори У меня вот такое вот сомнение Я не знаю, я вот просто по себе Рассуждаю Когда летом, это же летом будет У людей, люди очень заняты Ты говорила, в будни, чтобы не ходили Вот я что хочу сказать Что может быть как-то подумать Может быть сначала пройти по домам Пригласить на конкретное место Как вот делали, да И привлечь какой-то Там вот такая машина, что там хороший аккумулятор Можно динамик Динамик И может быть эти вот эти песни наши православные Через этот динамик Чтобы люди слышали, во-первых, на этой площади Куда приглашают музыку Потому что музыка, вот как баптисты Они прежде всего привлекают концерты у них там Они прежде всего приглашают на концерты А если просто как бы это Ну, как они скажут Ну, отвлекают от работы А там здесь как бы музыка И здесь и отдых Я понял, понял В прошлый раз ты говорила Это от того, что ты не ездишь на благовестие И совершенно не знаешь обстановку То есть ты два раза где-то выехала Для людей нет разницы в какой день Он не идет ни в воскресенье, ни в понедельник Мне предлагают на машине сделать надпись Кристи один Не надо Нам очень неприметно нужно приехать А приметно собрать Нам кирпичи ловить не надо машиной Мы баптисты были бы Мы сделали, как они делают Они делают в своем деле правильно Но мы делать этого не можем Понимаете, это не православный способ И даже нас там Ну, просто никак это не идет Я их никуда не могу звать Вот в чем дело-то Я был бы баптист В каждом селе мог бы в общем образовать У нас достаточно Мы не можем образовывать ничего Только люди собирайтесь там Я приглашаю дальше Идите к батюшке Идите к епископу Максиму У которого нога сломана Молитесь за него Упал и сломал ногу Епископ Максим К слову сказать батюшке Отвлекусь Батюшке звонил секретарь И в следующее воскресенье Или в субботу будет встреча С батюшкой Я молюсь о том, что Бог сохранил Отечественную встречу Потому что они со лжи начинаются с ними И не пошло никак Но я думаю, раз он позвонил Это значит сверху Уже прессуют их Давят Что-то надо Мы единственные остались На всю Россию Которая И признают патриархию И в нее не вливаются Они никак не могут понять То есть они привыкли Трафарет на мысль Это соберем рабочую группу Дальше решим Вы придете Заявление напишите Тут пождете книги На благовестие не будете ездить Я знаю, что за этим стоит Мы никогда на это не пойдем Да прямо Так, объявление Послушай Поднимите руку Члена приходского совета Церковно-приходского Руки поднимите Сколько человек Так, поднять руку Не опускать Раз 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Так, а? Так, сейчас сразу Как только Помолимся мы Все остальные выйдете Можете остаться на занятиях А члены останьте здесь У нас будет Разговор Здесь необходимо Срочно провести Совещание Подготовка А вы пока там побудьте Кто остается на занятиях На песнопение В коридоре Выйдите на улицу В коридорщики тут не стойте Чтобы никто ничего не слышал Так, поблагодарим Бога Объявление еще я скажу Татьяна Павловна Прислала меду Кто желает К Марине обратитесь Поэтому К Марине обратитесь Как к Марине Изгадал Достойно Достойно Есть Якова Истину Блажить И Тебя Благородицу Крестноблаженную И пренеборочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херувим И славнейшую Без сравнения Милости Сына Твоего Хвала Тебе Отец Сын И Святой Дух Аминь Аминь